Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать интересный плагин для WooCommerce – интернет-магазина на WordPress. Данный плагин делает очень полезные вещи. Некоторые из них – это уменьшение, или я бы даже сказал, делает более компактную форму чекаута, так называемую, страницу оформления заказа, при этом отключая шапку и подвал сайта, что позволяет сконцентрировать внимание потенциального клиента на оформлении заказа. Произвольная страница благодарности, страница спасибо и другие опции. Давайте в этом видео посмотрим, что за плагин такой. Итак, давайте в этом видео посмотрим. Вот у меня есть демо-сайт. Здесь установим WooCommerce интернет-магазин. Я сейчас уже нахожусь на странице Checkout, так называемой, то есть странице оформления заказа. Это классический вид оформления заказа. Мы видим шапку с сайта, мы видим страницу оформления заказа со всеми полями, и мы видим подвал. Тот плагин, который я хочу показать, в чем его преимущество. Во-первых, он более симпатичный, современно отображает компактно поля. Он убирает лишнее, убирает полностью шапку, подвал, что позволяет не отвлекаться пользователям и сконцентрировать внимание потенциального клиента на центральную часть сайта, именно на оформлении заказа. В каких-то случаях для каких-то магазинов, казалось бы, ничего такого в этом нет, но это может реально сыграть на конверсию. Человек, попадая на такую вот страницу, каких-то людей это может отпугнуть. Да, мы можем другим плагином убрать поля, лишние, и это надо делать. Но когда вы увидите, какой компактный вид я сейчас вам хочу предложить, вам это точно понравится. Плагин будем рассматривать платный, вот его страница, я не знаю, есть ли у него какая-то ограниченная демо-версия бесплатная. Будем рассматривать именно платную версию, что она делает. Итак, у меня это уже все установлено, давайте я активирую данный плагин. Вот этот плагин, вот так он называется. То есть он у меня уже установлен, осталось только активировать. После активации достаточно просто мне страницу чекаут обновить. И что мы видим? Видим, шапки подвал нет, более компактный вид. При нажатии на поле, допустим, вот видите, имя у нас внутри. Нажимаю, оно вот так вот поднимается вверх, то есть это поля современного дизайна, скажем так. Основные поля, дальше кнопка назад, есть хлебные крошки, есть кнопка развернуть, получается, все остальные поля. После нажатия на кнопку все стандартные поля, вот они вылазят. Видите, свернуто. Компактный вид задается этими моментами. Здесь останется то, что на английском слова перевести, допустим, через плагин LocoTranslate. Видим, вот купон применить на английском. Дизайн, сейчас мы посмотрим, то что черный, это можно все легко поменять. И тут не только такой вид отображения. Мы сейчас с вами еще посмотрим. Если я нажимаю на кнопку, вот так это выглядит, видите, данные, адресы доставки, edit, редактировать. То есть я могу вернуться в редактирование, либо на следующую страницу, где я уже выбираю способ оплаты. Дальше нажимаю на кнопку, банковский прямой перевод. Ну и здесь это уже отображается классическая страница из моего шаблона. То есть именно страница checkout у нас заменена. Теперь смотрим, где находится плагин, какие есть настройки. Наводим мышь на WooCommerce. Вот его позиция здесь, данного плагина. Здесь на самом деле есть два основных макета. У нас используется Modern. Давайте пока посмотрим здесь и Classic чуть позже посмотрим. Тип хедера здесь даже частично на русском языке. Можно задать изображение. Текст хедера, страница оплаты. Это получается... Давайте вернемся. Закажем еще какой-нибудь товар, чтобы я увидел страницу checkout. То есть вы можете поменять вот этот текст страницы оплаты на свой. Вот здесь. Дальше цвета. Вот они все. Видим, что у нас преобладает черные цвета. Давайте где-нибудь что-нибудь попробуем поменять. Button Color. Выберем какой-нибудь цвет. Допустим, у нас есть какой-то определенный дизайн. Сохранить настройки. Видим, что цвет Apple на кнопке применить купон стал желтым. Ну и соответственно другие элементы тоже можно поменять. Вот мы видим, поменялась кнопка следующий шаг. Соответственно и Custom CSS, если вы знаете как это делать, вы можете произвольно CSS добавить. Дальше. То есть это у нас была на самом деле Style страница. Здесь же есть еще страницы. Это ссылки на разные страницы, я так понимаю, как там документации и так далее. Здесь тоже кнопки на Support, лицензии и так далее. Style мы здесь были. Некоторые поля здесь переведены. Показывать, не показывать. Использовать автозаполнение адреса. Вот это интересная штука. Там, где человек вписывает адрес, он может прописать адрес. Но нужно подключать Google API. Честно говоря, по-моему, сейчас в России подключить это либо сложно, либо невозможно. Потому что я, например, не увидел Российскую Федерацию там среди выбора города. И как я не старался, у меня не получилось подключить. То есть Google, скорее всего, это очень сложно сейчас. Не знаю, может быть как-то можно подключить, но с Google было бы интересней. Когда вы адрес набираете, Google будет сразу подставлять вам. Адрес. То есть если мы это включаем, появится Google. Но тогда надо будет на вкладке интеграция вот здесь прописать ключ Google API. Следующая опция. Отдельное поле с номером улицы. Да, нет, можно включить. Show. Показать Back to Shop. То есть показать кнопку вернуться в магазин. Показать или нет. Далее у меня зажата опция пропустить страницу корзины. Можете поиграться, потом посмотреть, как это будет с корзиной. Следующее поле у нас относится к цифровым продуктам. Если включено, уменьшит количество полей для оформления заказа, если в корзине есть только цифровые товары. Следующее поле позволяет сделать изображения товаров интерактивными на странице оформления заказа. То есть, скорее всего, по клику по картинке будет возможность перейти в сам товар. Следующее интересное поле. Я его не пробовал, но здесь можно автоматически, чтобы применялся купон. Допустим, скидочный купон. В самом WooCommerce можно создать купон. Здесь его подставить. И из логики вроде как он автоматически будет применяться к заказу. Далее, если вы работаете вообще без купонов, вот это давайте посмотрим. Можно вообще скрыть. То есть, вот эта область, это поле, оно скрывает вообще купоны. Если обновим страницу Checkout, вот здесь было поле купона. Это еще больше компактности придает, потому что если вы купоны вообще не будете использовать. Вот это поле интересное. У меня оно отключено. Мне показалось, оно выглядит не очень интересно. Давайте посмотрим. Видим поле телефон. Это относится сюда. Если обновим, видите, подставляется зона. Но при клике сюда у меня почему-то здесь два выбора Россия. Поэтому я здесь это не стал использовать. Следующее поле достаточно интересное. Автоматически свяжет заказы гостей с существующими учетными записями клиентов. Если адрес электронной почты, указанный в заказе, совпадает с существующей учетной записью. То есть, человек у вас уже зарегистрировался, когда-то что-то заказывал. Пришел еще раз у вас что-то заказать, но не авторизовался. И эта функция должна связать учетную запись. Достаточно интересная опция. Что делать с электронными письмами? Вот в этой опции, то есть, show. Показать сообщение, показать форму авторизации или во всплывающем окне показать сообщение. Здесь надо просто поиграться, выбрать то, что больше подходит вам. И здесь, внимание, это не только плагин, который делает компактный симпатичный вид страницы чекаута. Здесь есть возможность включения страницы «Спасибо». Дело в том, что иногда возникает вопрос, когда мы вешаем какую-то метрику на сайт отслеживания, кто куда зашел. Нам иногда тяжело прикрепить UTM-метку, скажем, когда человек проходит все этапы по заказу, чтобы видеть, где он остановился, где он ушел с сайта. На каком-то этапе, допустим, он перестал оформлять поля и просто ушел с сайта. Так вот, если мы выведем страницу «Спасибо», когда все шаги пройдены, должна показаться вот эта страница. Здесь вы, кстати, можете любой текст добавить. И получается, уже на эту страницу будет удобно вешать UTM-метку, чтобы мы могли отслеживать. То есть, это очень-очень полезная штука. Ну и страница интеграции с Google-картой. Так, мы с вами это посмотрели. Давайте вернемся в стиле. Посмотрим. Выберем вот этот вариант. И сохранимся. Это еще более компактный вариант. Обратите внимание. Мне почему-то он не очень нравится. Нажмем «Продолжить». Просто вниз поля разворачиваются. И вот здесь галочка показывается. Видите, шаг выполнен первый. Второй синим подсвечивается. Мы на втором шаге. Здесь поля проставили «Продолжить». Обратим внимание, здесь галочка. Здесь третья стадия. И как бы перейти к оплате. Вот такой вот вариант. Причем можно вернуться, кликнув по галочке на предыдущие шаги. Но если мы включим здесь вот этот ползунок. И нажмем «Сохранить». Пойдем на сайт, обновим страницу. То мы увидим практически такую же страницу оформления заказа. Так же сбоку у нас все выглядит. Но мне все равно поля имеют другой дизайн. Абсолютно другой. Не просто цвета здесь другие. Здесь вообще другой дизайн. Тут уже на вкус и цвет. Мне, честно говоря, не нравится классик. Мне нравится именно вот этот модерн. Причем, обратите внимание, внизу тоже меняются поля. Задать цвета. Смотрите, какие здесь есть вообще вариации. То есть основной цвет, контрастный цвет. То есть немножко у нас градиентные поля. Это все меняется. Здесь уже остается выбор за вами. Какой использовать здесь вариант. Мне, конечно, нравится именно модерн. В принципе, мы с вами этот плагин просмотрели. Надеюсь, для вас был урок понятен и полезен. Все ссылки на страницу разработчика я всегда оставляю на своем основном сайте fedorvasil.com Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка будет в описании под видео. Также ссылка будет под видео, если вы смотрите это видео с других площадок. Я с вами не прощаюсь. И мы скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok